Всем привет! Мы продолжаем, как я и обещал, ознакомиться с русским военным делом. Предыдущий ролик у нас был ознакомительный, вводный, я бы сказал, бета-тест. Так как людей его посмотрело много, уже почти 100 тысяч человек. Из этого я делаю вывод, что тема интересная. И мы продолжаем ознакомиться с русским военным делом 13-15, возможно, дойдем до начала 16-го столетия. Тема, которую мы собираемся коснуться, а именно русское военное дело, казалось бы, изучена вдоль и поперек. Вот как у нас с 30-х годов 19-го века начали исследовать русское военное дело как самостоятельную дисциплину. Так до сих пор и не прекращают. Уже нам известно без дураков очень много. И о вооружении, вплоть до мельчайших деталей. И о воинском снаряжении. И о конском составе. Я уж не говорю про такие важные моменты, как систему комплектования войска, систему устабжения войска, военная логистика. Ну, наконец, землевладение, как основу экономическую вообще армии в средних веках, трансформацию его в поместную систему землевладения в 15-м веке, если говорить точно в 14-15 веках, уже знаем мы немало и об артиллерии, и об огнестрельном оружии вообще, и о приёмах боя. Вот у нас Анатолий Николаевич Кирпичников даже снаряжение коня и всадника начал подробно исследовать. Первым, наверное, издав слитную большую монографию по этому поводу. Кстати, Анатолию Николаевичу скоро будет 90 лет, не забудьте поздравить, это настоящий отец русского исторического оружеведения и военно-археологии в современном его состоянии. Словом, тематика хорошо исследована. И, казалось бы, нуждается только в косметических правках. То есть, нужно находить какие-то новые моментики, их исследовать и вводить в общий дискурс. Но это, на мой взгляд, не совсем так. Подчёркиваю, не совсем так. Потому что этот путь, который я описал, путь чисто позитивистский. Он в истории, наверное, никогда себя не исчерпает. Потому что от количества введённых в ворот источников зависит, наверное, всё. Поэтому источников вводить нужно много и постоянно. Но, повторюсь, мне кажется, что мы вышли на новый виток развития исторической дисциплины. И вот все эти вопросы, которые я описал, и фортификация, и конское снаряжение, и пуговицы на всаднических кафтанах, или, например, всаднические сапоги, форма подков, способы комплектации обеспечения войска. Это всё не разные вопросы. Это один единственный вопрос, который освещает, с одной стороны, историю военного дела и вооружения, а с другой стороны, историю вообще. Я неоднократно об этом говорил. Да и люди, которые гораздо умнее и старше меня об этом говорили не раз. Нет никакой истории военного дела. Нет истории геральдики. Нет истории землевладения. Нет истории агрокультуры. Нет микроистории, которая сейчас очень популярна. Маленькие, частные происшествия, страсти, болезни, чаяния отдельных людей на историческом поле. Вот этого всего не существует, а существует единая наука-история, которая исследует движение трансформации общественной материи. Таким образом, мы говорим о военном деле как участие этой трансформации, этого гигантского движения, которое началось с того момента, как появился Homo sapiens, как организованное в общество единица. Чему это важно? Кова актуальность? Ни для кого не секрет, то хоть немного в теме, что очень долго, весь XIX век и, наверное, половина XX века, история военного дела, и тем более история вооружения, была несколько маргинальной для историка-профессионала, кто и занимался. Люди в погонах. Генералы, полковники, майоры и так далее. То есть, те, кто профессионально, на практике познавал военное дело. В наполеоновскую ли эпоху, в эпоху Крымской войны или позднее. С одной стороны, или археологи, которые доставали материальную культуру военного дела руками. Но для историка это было нечто маргинальное. И в немалой степени маргинальным это остаётся и теперь. Пожалуй, только с второй половины XX века у нас в России стали профессионально и глубоко исследовать военное дело во всём его многообразии, как самостоятельную историческую дисциплину. Пусть вспомогательную, но очень важную. Так может быть, ей там и место, во вспомогательных исторических дисциплинах, и нечего тут какой-то пафос выставлять наружу. На мой взгляд, это не совсем так. Почему? Потому что армия по сей день это главный инструмент государства. Что такое государство? Государство – это инструмент насилия, инструмент подавления. Причём это насилие направлено как вовне, против внешнего врага, так и вовнутрь, самоё себя, для подавления собственного населения, не согласного с теми или иными течениями, которые имеют место сейчас. Если мы говорим про средние века, то военное дело – это не просто важнейший, а наиважнейший институт государства. Поэтому, рассматривая военное дело, мы рассматриваем все надстроечные структуры, как в компендиуме, как в зеркале. Мы видим это в истории армии, в истории войска. А так как войско – это не только наиважнейший, но ещё и самый дорогой институт в государстве, самая дорогая игрушка государей, то мы тут же видим ещё и отражение всего экономического базиса. От системы обеспечения продовольствием до технологического прогресса. Все самые передовые технологии сначала появляются в обиходе армии. А значит, исследуя армию, мы исследуем и взаимодействие людей, и взаимодействие исторических процессов экономики. Поэтому, на мой взгляд, общественное движение средних веков как прожектором ярче всего, точнее всего и рельефнее всего высвечивается именно при изучении военного дела. И мы им займёмся, как я и обещал. Что есть наука-история? Наука-история – это наука о становлении настоящего в прошлом. Рассматривая прошлое, таким образом мы изучаем нынешний день. И мы не можем, не имеем права рассматривать историю как серию застывших кадров, как серию застывших старых фотографий. Нет. История – это не застывшие фотографии. История – это процесс, который, начавшись, не завершается уже никогда, пока существует человек. Это живой, изменяющийся организм, из которого в итоге вышли и мы с вами в нашей реальности, окружающей нас в 21-м столетии. И вот простой пример той тематики, которую мы собираемся изучать, он максимально показателен, как мне кажется. Потому что нас отделяет буквально ничтожный отрезок времени в 500 лет от формирования служилого сословия на Руси в московском царстве. А что такое служилое сословие? Это дворянство. Наше родное феодальное дворянство, которое возникло не, точнее говоря, не только по воле Ивана III или Ивана IV. Это продукт массивных экономических изменений, которые происходили в обществе и экономике. И именно они были оформлены государями в нечто новое, что породило новое войско московского царства. А ещё заодно прослойку людей, ставших феодалами в полном смысле слова. И последствия-то были просто колоссальные. Мы даже не можем сейчас оценить в полном объёме эти последствия. Потому что феодалы, бывшие недавно рядовыми воинами, а теперь ставшие, да, рядовыми, маленькими, но феодалами, вторглись таким образом в устоявшуюся материю феодальной, родовой аристократии, доставшейся от глубокого средневековья Руси. И неизбежное противоречие между детьми боярскими и дворянами и их господами, князьями, боярами породили синтез невероятной силы. Это был мощнейший дискурс. Культурный, экономический, военный, который дал слияние от высшей цановной аристократии и низшего аристократии дворянства, которое боролось за свои права. И с этим дискурсом пытался бороться Пётр Первый, который уравнял их всех в правах в XVIII веке. С ним пытался волнать несколько раньше Иван Грозный, заставив, обязав всех аристократов службы. Оба причём не совладали с этими процессами. Но именно эти процессы и борьба государей с этими процессами породили в итоге то дворянство, которое мы знаем во всей новой и новейшей истории России. А что есть дворянство? Дворянство – это правящий класс, который неразрывно связан с крестьянством, с зависимым населением. Вместе таким образом они формируют комплементарную пару, вбирающую в себя всё действительное население России. А противоречия между ними, они породили в конце концов революцию и нечто новое уже в мировой истории, советское государство. А началось всё это не при Петре Первом, и не при Иване Грозном, и не при его великом дедушке. Началось всё в далёком 12-13 веках, когда наши княжеские дружины терпели одно поражение за другим от монгольских орб, а податное население, крестьяне, бежали с речных террас и начали взлёт на холмы. Это очень важный, во многом нераскрытый и ещё таинственный процесс. Мы о нём отдельно поговорим. Что произошло, когда мы встретили монголу? Ведь мы потерпели полное военное поражение. Такого разгрома Русь не знала никогда. Надо думать, что такого разгрома не знала вообще. Русь и Россия вместе взяты. Никогда. Настолько тяжёлого военного поражения, которое погрузило нас в состояние зависимости на долгие два с половиной века. И на первый взгляд крах потерпело именно военное дело во всех проявлениях этого военного дела. Повторяюсь, это лишь на первый взгляд. Потому что если бы мы потерпели поражение как военная машина, мы неизбежно должны были перенимать военную тактику, вооружение и боевые приёмы победителей. Это процесс, который практически не знает исключений в мировой истории. Если некто, нечто, прошу прощения, терпит серьёзное военное поражение на длинной марафонской стратегической дистанции, но при этом выживает как явление, оно в обязательном порядке рождает некие ответы. Причём эти ответы, естественно, почерпываются у наиболее успешных соседей, конкурентов, тех, кто вас победил. То есть, по всем законам, русская военная машина должна была в течение поколения превратиться в некое подобие монгольской военной машины. Но ничуть не бывало. Мы этого не видим вообще. Это на самом деле удивительно. Но 1223 год. Чудовищный разгром на реке Калки. Потом в 1237 году падение Рязани. 1238 год. Это уничтожение фактически русского войска в полевых сражениях на реке Сити, а несколько ранее 1 января под Коломной. Но там врага встречает. Русский дружинник, который функционально мало, а вообще на самом деле ничем не отличается от западноевропейского рыцаря. Это тяжеловооружённый воин на рослом коне, в глубоком седле, на длинных стременах, так, чтобы ноги можно было вытягивать целиком или почти целиком, прикрытый щитом, тяжёлым доспехом, шлемом с копьём в руке. И, естественно, со шпорами на пятках это очень важно. И вот ровно такой же человек один в один функционально противостоял уже тем же монголам на Непрядве и на Дону. Пускай вот тот самый хрестоматийно известный археологам и людям, занимающимся военной историей, воин, погибший в воротной башне Изяславля, летописно Изяславля, городища Хмельницкого на Украине. Пускай этот воин был одет в кольчугу, в роскошный золочёный шлем с полумаской, возможно, ребрёный, покрытый сложными канилюрами. Скорее всего, этого мы не знаем, потому что воротная башня загорелась и рухнула на погибшего воина, скорее всего, при нём был роскошный пояс, посеребрёный, позолоченный, не суть важна. А его далёкие-далёкие правнуки в 1380 году были одеты уже в тяжёлую, неповоротливую, чешуйчатую броню, и шлемы их были куда более функциональны и лишены следов даже декорации. Но, повторюсь, типологически это всё равно одно и то же явление. Это тяжело вооружённый копейщик на рослом коне, главным оружием которого является копьё, а главным тактическим приёмом которых является удар слитной, плотной шеренги конных копейщиков, которые сметают всё на своём пути ударом коней и ударом копий. Это нормальная рыцарская тактика, которая не претерпела видимых изменений, ну, по крайней мере, массивных изменений, даже после чудовищного разгрома, который мы потерпели от монголов. И, что характерно, примерно до 1430-х, возможно, 1440-х годов, если говорить о всей Руси как в чём-то усреднённом, этот хрестоматийный облик русского рыцаря, в кавычках, конечно, рыцарь, не претерпел какого-то видимого изменения. И вот только с 30-х, 40-х, 50-х годов начинается революционное изменение. Очень быстро, в течение буквально одного поколения перевернулось всё. Вот как революция, от револ, то есть переворот. Перевернулось буквально всё, от системы комплектаций до численности войска, от вооружения до приёмов тактики и конного боя. Да, конечно, воин по-прежнему остался, самое главное, всадником, но это было абсолютно другое всадание. Сама фигура профессионального воина изменилась, кардинально изменилась, повторяюсь, прошло 20-25 лет всего лишь. Что произошло? Да, именно в это время, ни для кого не секрет, всадник-то превратился как раз в нечто похожее на степняка, в лёгкого всадника из рыцаря. Но пока отойдём назад в рассматриваемые нами времена, времена Александра Невского и Симёна Гордова, почему наши прадеды, прапрадеды не поступили вполне очевидным образом, почему они не восприняли боевые приёмы тех, кто на практике доказал своё неоспоримое боевое превосходство, то есть приёмы монголов. Отсюда огромный вопрос, а было ли вообще то преимущество? Вот в Ипатьевской летописи под 1223 годом имеется уникальное известие, изложенное в повести о битвенной реке Калки, несчастной для русского войска. Вот вы помните, как объединённые княжеские дружины и городовые полки в конном строю следуют к точке рандеву с половцами, и они громят татарские сторожевые отряды. И в летописи описано совершенно необычное для крайне скупой на такие известия продукции, как является религиозная летопись. Она именно религиозная. Так вот, князья говорят важнейшие вещи. Юрий сказал, что татары хорошие стрелки, другие же молвили, что они простые люди, хуже половцев. Юрий Жедомомерич сказал, ратники они хорошие. Мстислав и другой Мстислав сказали, нечего нам здесь стоять, пойдём на них. То есть, первое же знакомство с монголами показало вполне очевидный факт, монгол не может как конный боец предложить русскому военному делу нечто новое по сравнению с половцами, а до них по сравнению с печенегами, а до них по сравнению с хазарами, а вместе с ними венграми и там в далёком-далёком-далёком прошлом аварами. Русское военное дело было прекрасно знакомо со всем, что может предложить Великая Степь в смысле тактики и боевых приёмов. И русское военное дело прекрасно противостояло этим боевым приёмам выработав вполне рабочие ответы на вызовы, которые эта Великая Степь нам предоставляла. Мы с одной стороны знали, что такое степной легкоконный бой, основанный в первую очередь на дистанционном поражении противника. Мы знали, как с ним бороться, но как минимум можно было нанять таких же степняков в нужном количестве и нанести поражение, или по крайней мере попытаться нанести поражение противнику. И нам это удавалось, иногда правда не удавалось, но в итоге половцы-то, хотя они были чудовищной угрозой поначалу, превратились в нормального партнёра по политическому процессу, по опасному политическому бизнесу. Ничего особенного для русских они не представляли. Я имею ввиду, конечно, военную аристократию. Я не говорю о тех несчастных крестьянах, которые очередные половецкие джигиты вытаптывали, угоняли в рабство, убивали, насиловали во время своих частных рейдов. Нет, монгольская армия принесла не боевые приёмы, не передовое вооружение. Монгольская армия принесла в нашей степи именно армию, а не просто войско. Это был момент, когда старая феодальная военная организация столкнулась с совершенно новым качеством. Это многочисленное, огромное по-настоящему войско с единым командованием. Каково единое командование транслирует единую волю и единой цели через общую для всей армии систему субординации вот буквально от верховного главнокомандующего до десятников. И эта субординация была подкреплена общей и единой для всех дисциплиной. А дисциплина эта транслировалась в общей решительной цели стратегического масштаба. И 13-е столетие проиграл не дружинник нарослом коней с копьём в руках. 13-е столетие монголам проиграла вся раннефеодальная система аллодального землевладения, характерной для Руси того времени. Русь не могла противостоять монголам не как военная сила, а как организационная единица. Она не могла противостоять им физически и физически не могла выработать правильного военного ответа на возникший в тот момент вызов. Русь не могла позволить себе такого размера армии с общей субординацией, дисциплиной, единым командованием и общими целями. Поэтому Русь была на тот момент обречена и она рухнула буквально за три года. Что была основа войск? Что такое русское войско? Наверное вы все это знаете, я пробегусь буквально тремя мазками. Это очень малочисленные дружины князей. Точнее в это время правильно называть их уже не дружины, а дворы. Очень малочисленные дворы князей. Еще более малочисленные дворы маленькие дворы бояр, которые проживали в городах и феодальных замках, усадьбах за городами. Собственно городовые полки, которые ничем не отличались наверное кроме размеров от княжеских дворов от княжеских дружин. Это были функционально те же самые всадники с копьями, формировавшиеся из бояр, служивших в городе. Из боярской служила корпорация, которая выставляла свои клиентелы, свои маленькие дворы на поле боя. Причем они тоже, как правило, были очень невелики. Я некоторое время назад предложил систему расчета, систему выявления рамочных ограничений русского воинства того времени, которые основаны на демографической статистике. Так вот, по самым смелым оценкам, Киев столичный город, самый богатый, самый крупный город средневековой Руси, где проживало до 50 тысяч человек, мог при полной мобилизации выставить в поле тысячу бойцов. Новгород 500-600 человек. Это, повторюсь, самые большие и наиболее богатые города своего времени, которые были вполне сопоставимы и превосходили, забегая вперед, скажу, большинство западноевропейских городов того времени, того периода. Тут же, конечно, мы вспомним про пехоту свободных общинников, которую мы обсуждали в прошлом ролике. Ее можно просто не принимать во внимание, потому что она пропадает, во-первых, из источников к концу 11-го столетия, может быть, начало 12-го столетия, и понятно, почему пропадает, потому что в это время она была практически бесполезна против тяжелой конницы наших западных соседей и легкой конницы наших восточных соседей, потому что пешком, с топором и вилами в армяке и триухе, прошу прощения, ни за половецким, ни за монгольским всадником не побегаешь, он вас нашпигует стрелами и убежит, а западноевропейский рыцарь насадит на копье и растопчет конем. Сопротивляться пехота таким воинам не могла, поэтому она вполне естественно осталась на крайне вспомогательных узколокальных ролях защиты фортификационных сооружений, решения каких-то набеговых операций, обеспечения похода войска в качестве посошной рати, если говорить поздним термином, конечно. А что такое дружина и городовые полки? Извините, пожалуйста, я постоянно говорю слово дружина, довольно привычный для меня и, наверное, для вас термин, это неправильный термин, если мы говорим про 12-13 века, это княжеский двор, это не дружина, но, извините, буду сбиваться на привычную терминологию всегда. Так вот, это надстройка на очень конкретном экономическом базисе, который только и мог ее обеспечить. И сложился он примерно в 11 веке, когда так или иначе закончилось формирование единого русского государства и каковое русское единое государство потом развалилось на части к концу 11-го столетия, начала 12-го столетия. Главный поставщик воинских соединений – это такая двухчленная система. Во-первых, городовое боярство, местно-территориальное боярство, так точнее, наверное, которое держало земельное надело, проживало в городах. Держав в этих городах и часть торгового капитала, и часть ростовщического капитала, и, наверное, почти все ремесло. Это первая часть двухчленной системы. А вторая, вполне очевидно, это намадная аристократия Рюриковичей. Вот те самые княжеские дворы, которые состояли из лично зависимых от князя воинов, и, возможно, какого-то количества лично обязанных бояр. К 12-му веку пути, дорожки боярства и князей разошлись, собственные старшие дружины бояре превратились в, как правило, совершенно самостоятельную политическую организацию, служилую корпорацию, городовую, территориальную. А Рюриковичи, наши князья, продолжили кочевать из города в город, повинуясь сложнейшей системе лествичного престола наследия. Член младшей дружины, рядовой боец, гридень, отрок, потом их стали называть милостниками, в конце концов, дворянами. До 12 века термин, между прочим, очень редко, исчезающе редко испомещался на землю в качестве залога верной службы. Собственно, как только гридень оказывался наделён собственной землёй, он немедленно превращался в боярина, то есть в землевладельца, который держит землю не условно на основании службы, а безусловно, потому что земля могла быть только унаследована как вотчина или подарена князем, после чего она сразу же превращается тоже в вотчину. Как правило, воин был лично зависим от своего сеньора. Боярина, если это мы говорим о более мелкой аристократии, или князя, если мы говорим о самой крупной аристократии. воин или кормился непосредственно при дворе своего господина, получая от него всё, и вооружение, и коня, и воинское снаряжение, и, собственно говоря, фураж, и еду для самого себя, и для коня, или получал кормление в подвластном городе, или подвластной территории, собирая налоги, следя за порядком, верша суд. Так складывается система кормлений, которую попытался уничтожить, ну и фактически уничтожил Иван Грозный в 16-м столетии. Правда, система кормлений у нас дожила до сего дня. Вы говорили неоднократно об этом. Каждый чиновник, который забирается в какое-то высокое кресло, обязан, просто обязан кормиться с этого замечательного кресла. Посмотрите на полковника Черкалина, который выиграл ОМВД со счётом 12-9. Вот, между прочим, типичный продукт феодального кормления. Это была шутка. А теперь серьёзно. Основной прибавочный продукт, который вообще делал возможным содержание подобной профессиональной корпорации, воинской корпорации, естественно, обеспечивали крестьяне. То есть, холопы, рабы, рядовичи, закупы и прочее. Смерды, это свободные или частично зависимые крестьяне, ну и людины, непосредственно свободные общинники, доля которых делала всё меньше и меньше. В основном людины стали концентрироваться, людины или словени, стали концентрироваться в городах. Это в основном было городское ремесленное население, конечно же. А где жил крестьянин? Крестьянин проживал и трудился в очень малодворных деревнях, которые располагались по речным террасам в основном. По нашим понятиям это вообще не деревня. По нашим понятиям их, наверное, можно назвать хуторами, потому что деревня это 3-5 дворов. Как правило, да, периодически встречаются более крупные деревни, иногда по 10, 15, 30 дворов, но это довольно редкий случай, ответственно заявляю. Это нечто, что попадалось только в столичных областях наподобие очень благополучного Суздальского Аполье с прекрасными суздальскими чернозёмами, с отличной урожайностью и недалеко от столицы, что самое главное, где много ресурсов, денег, защита хорошая и так далее. Так вот, обычно 3-5 дворов, а проживало там 30-40 человек. Всего, то есть это с мужиками, с бабами, с детьми, со стариками. Естественно, такие деревни формировали так называемые верви, когда несколько деревень находились на не очень большом отдалении друг от друга. Их обычно вот в таких гнёздах, в кустах было, может быть, 3, может быть, реже 6 деревенек. Но по факту это в любом случае очень небольшой трудовой коллектив, который намертво привязан к реке. И да, конечно, извините, пожалуйста, мне тут поправилось, что не только на реках люди жили. Я скажу, да, не только на реках. Они начали уходить с речных раз очень рано. Мы знаем, как люди уходили с берегов реки Псковы, как уходили с берегов реки Полоты ещё в 11-12 столетиях, уходя на водоразделы, на те самые холмы, о которых мы сейчас будем говорить. Но это не было массированным общим движением. Основой русской цивилизации была именно река, которая давала орошение, давала естественное удобрение в виде ила, давала транспортную доступную артерию зимой и летом. Позволяла ловить рыбу наконец. Не требовала вырывания колодцев, что сложно, между прочим. Русь вообще до 13-14 века не знает такого феномена, как колодец на селе. Потому что зачем? Вышел с бадьёй на мостки, зачерпнул воды, пошёл домой. Зачем вам колодец? У вас река есть под боком. Агрокультура была основана на двуполье. Один участок под запашкой севом, другой отдыхает под паром. Местами то и дело возникают рецидивы древнего подсечно-огневого земледелия, когда целый участок леса вырубался, сжигался, выкорчевывался, сжигался, и зола на пару лет давала очень серьёзную урожайность. Потом нужно было переходить на новый участок земли. Как правило, это часто возникало на северо-западе, там, где климат весьма суров и вовсе неблагоприятен для сельского хозяйства, а леса много при этом. Видимо, изредка начинает уже в это время встречаться трёхполье, самая передовая агрокультура того времени, когда один участок находится под озимым засевом, один участок под яровым засевом, и, наконец, третий участок под паром. Но массовому широкому переходу на трёхпольный севооборот мешали некоторые железные факторы, эти вот но неодолимые силы. Первый из них это известная статичность демографического баланса, потому что отношение населения к свободным пахотным землям не позволяло формировать некие эксперименты. Тут, конечно, складывается и типичный крестьянский очень консервативный менталитет, который нетерпим к любым экспериментам, ну потому что эксперимент может закончиться голодной смертью. Кому такое нахрен надо, извините, пожалуйста? Так вот, лучшие земли на речных террасах были плотно заселены, и уходить с них никто не стремился. Вспомните, как у нас крестьяне не хотели уходить с своих земель во время проклятой недоброй памяти Столыпинской реформы, ведь в это время, в XII-XIII веке ничего не менялось абсолютно. Люди также сидели в своих деревнях и не стремились куда-то уходить, им было и так неплохо. Ну а когда у вас вся земля уже поделена, выделить один участок под озимый сев вы можете только и одним способом, отняв у себя из привычного севооборота часть земли. А для того, чтобы эта часть земли заработала с такой эффективностью, что при одинаковой площади посева вы получите сразу известное преимущество, нужно централизованное широкое удобрение, то есть нужно много скота, который будет просто давать навоз и удобрять данную почву. А со скотом-то на селе было все не очень хорошо. Лошадь это вообще была драгоценность, драгоценная тягловая сила, её было немного. Да, известны у нас были отлично известные коровы и свиньи, но свиной навоз не самое лучшее удобрение. Коров их тоже было немного, они не могли дать того количества, той концентрации, решительной концентрации вносимого удобрения. Поэтому возвращаемся к началу, люди в основном оказались в статичном балансе. Количество населения не позволяло освоить новой территории, для того, чтобы можно было выделить какие-то участки под Азимы Сев. А значит не могло быть Трёхполье. И, что интересно, долгое время, столетие буквально, такой порядок удовлетворял нужным государству, объективным нужным государству. Ну, опять же, если мы вспомним плодородные земли Киевщины, Черниговщины, Новгорода Северского, собственно, Юга Руси, нашего великолепного Черноземья, и Суздальского Аполья на Северо-Востоке, там неплохая урожайность и так, и Придвуполье, учитывая, что людей всё-таки проживало в государстве не так много, всем хватало. То есть, кормовой базы хватало и для поддержки тягового населения, и для обеспечения господствующего класса налогами. Тут нужно сказать о торговле, торговле и расставщичестве, потому что это было важное, наверное, важнейшее составляющее благосостояние правящей аристократии. Ну, сначала, да, мы знаем, что гигантский транзит товаров по пути из Варягов в Греки по Днепру из Европы в Азию и обратно вообще положил начало не только богатства Киевской Руси, но и самой Руси, потому что не будь пути из Варягов в Греки, не было бы вообще никакой Руси, как единого феномена. Но когда этот торговый путь пришел в упадок с успехом первых христовых походов, когда Европа связалась с Азией непосредственно через Средиземное море по самому короткому пути, торговые интересы отдельных земель, которые вели те или иные контакты с соседями, сконцентрировались в узко-локальных границах. То есть у Новгорода были свои торговые интересы, у Владимира свои, у Киева свои, у Чернигова свои. Они в общем друг с другом крайне редко, может быть только на время пересекались и совпадали. А почти вся территория у нас это территория рискованного земледелия с довольно скудными урожаями. Эти скудные урожаи приобретали теперь витальную важность на местах. И общая русская система налогообложения сделалась с центром в Киеве, в том самом столичном городе, матери городов русских. Эта единая система налогообложения, система погостов, установленная ещё княгиней Ольгой, сделалась вредной для людей на местах, для аристократии на местах. И отныне каждый выживал сам по себе. И вся даже довольно аморфная структура государственной власти, основанная на ранне феодальном землевладении, сузила её эффективность до очень небольших территорий и, как следствие, очень небольших воинских контингентов. Вот это проклятая эпоха феодальной раздробленности. Феодальной раздробленности без феодализма, как эротично замечают некоторые мои коллеги. феодализм феодализм был, да, просто была его ранняя форма, основанная на Аллоде, то есть безусловном землевладении. И вот главным её героем из надстройки поступали, конечно, эти маленькие воинские контингенты. Дворы, городовые полки, основанные на призыве военных профессионалов не по призыву, а по отечеству это были потомственные воины, которые очень быстро, повторюсь, наверное, в течение одного-двух поколений, полностью или почти полностью замкнувшись сами в себе, сформировав сословия и внутри сословия служилые корпорации по территориальному признаку или по признаку личной преданности качующему княжескому двору. Так как контингенты были небольшие, их можно было снаряжать, обучать и содержать по самому высшему образцу, то есть княжеский дружинник, княжеский гридень или боярский, сын боярский, как потом этот термин в позднем средневековье Руси широко проявится, был снаряжен великолепно. Я уж не говорю про самих князей и самих бояр. Обучен был тоже, видимо, весьма неплохо, в силу того, что их было мало, и они должны были брать не числом, а техническим и тактическим превосходством, как подавляя собственных крестьян и горожан, которые регулярно бунтовали, мы знаем это из летописей, и сражаясь друг с другом или с западными и восточными соседями. Так вот, эти воины в золочёных шлемах, иногда шлемах серебрёных, со сложнейшими орнаментами, с расписными щитами, с драгоценными мечами, на высоких конях, не могли составить физически, просто поэкономическим, чисто арифметически проверяемым основанием большой армии. Как правило, княжеские дворы это около 50-300, возможно, 400 человек в самом страшном случае. Городовые полки, вот я о них тоже уже говорил, это 500 тысяч человек в самом страшном случае. Причём, для решения местных проблем этих сил хватало. Я думаю, что киевский городовой полк, составленный из бояр и их маленьких дворов, вместе с княжеской дружиной киевской, никогда вместе не собирался, потому что что, прошу прощения, сможет делать тысяча всадников с копьями и со щитами в окрестных землях? Венгров гонять каких-нибудь в 12-13 веке? Да гоняли, я думаю, что хватало половины киевского полка, потому что 500 всадников кованой рати это ферзь на поле боя, с которым в тех условиях было очень сложно что-нибудь сделать. Иногда в исключительных случаях князья формировали княжеские коалиции, но и даже тогда размеры общего слитного войска при здравом исследовании исторических аутентичных источников редко переваливали за 3-5-6 тысяч человек. Вот знаменитая Липецкая битва 1216 года к одной из крупнейших решительных военных столкновений эпохи феодальной раздробленности перед пришествием монгол. Вот суздальцы и новгородцы со смолянами это 2300-4000 суздальцев против 2700-3500 новгородцев и смолян. Печально известный Калкинский поход 1223 года от князья видимо помимо союзников половцев собрав по-настоящему массированную коалицию туда не вошли по счастливой для себя случайности или злому умыслу только войска Владимира Суздальской земли. Так вот это 6500-7000 человек без половцев повторяюсь без союзных половцев. И даже такое как правило вот такое напряжение мобилизационное чаще всего было избыточным и более того на долгом периоде невозможном потому что мы даже на Калки перед лицом страшной угрозы увидели как князья имеющие разные экономические интересы имеют еще и вполне конкретно свой гонор который дает им договориться потому что они просто не связаны друг с другом они не обязаны другу ничем они обязаны друг с другу только тем что они довольно близкие родственники ну а как выясняется в средние века страшнее этого человека нету чем какой-нибудь брат или двоюродный брат поэтому основной герой той эпохи это отряд 100-300 человек реже 1-3 тысячи человек и третий расскажу не нужно думать что это какое-то убожество русской истории русского менталитета нет это объективный экономический фактор с которым невозможно было тогда бороться и не нужно было бороться в силу того что и западных соседей такими силами мы гоняли и прекрасно отражали такими силами половцев и друг друга резали с полным успехом и всем нашим удовольствием естественно противостоять всерьез монгольской орде такие силы не могли это опять же арифметически проверяется потому что бог любит только большие батальоны вот что могла противопоставить армия в 6 половиной тысяч человек ну возможно там еще 3-4 тысяч ну хорошо 10-12 тысяч вместе с половцами против двух туменов 20 тысяч человек монголов которые в отличие от наших не ссорились друг с другом а действовали слитно заодно естественно ничего я уж молчу о том что когда сюда пришел не разведывательный корпус а слабым дальним походом а когда сюда прикочевала орда это длань огромной евразийской империи которая поставила в западный поход наверное до 50 тысяч человек и на Руси из них пришло до 40 тысяч человек возможно 30 но будем считать 40 да и 30 бы хватило на самом деле когда рязанцы в одиночку столкнулись вот с тремя или даже четырьмя туменами вы представляете что они испытали вот эти вот рязанские витязи это золоченый щит Руси на востоке это первые люди которые как правило встречали натиск из великой степи да это были очень опытные отлично вооруженные воины с огромным просто огромным настрелом налетом часов в борьбе со степными всадниками когда они увидели вместо привычного им половецкого отряда хорошо пускай в 5000 человек отряд практически безопасный для мощных рязанских укреплений когда они увидели 40 тысяч всадников которые как цунами шли на Рязань я думаю как минимум они испытали сильное удивление последний раз в жизни и когда остатки рязанского войска в древесне разбитого под Рязанью и в собой Рязани соединились с владимирцами которые не пришли им на помощь между прочим хотя отлично знали что происходит в Булгаре на Волге в это время с 1235 года их там гранили монголы все были осведомлены о том что происходит они не пришли на помощь рязанцам о чем они думали да они думали о том о чем я говорил в самом начале что это еще одни половца с которыми рано или поздно можно будет нормально договориться и зажить по-прежнему натравливая их на неприятных тебе людей и вот сражение под Коломной сражение на реке Сити обезглавленный в лесу князь сожженный Владимир сожженный торжок да конечно монголам это тоже далось непросто потому что зимний поход для любой армии того времени это тяжелое испытание на Коломнинской битве погиб единственный чингизид который был убит во время вообще завоевательных походов чингизидов хан не знаю хан ли ну точно сын чингисхана Хулген кулькан русских летописей чингизиды по восточной традиции никогда не воевали в первых рядах они всегда находились в тылу это значит что рыцарский таранный удар русского войска пробил монгольские порядки до самой ставки чингизидов где один из них был убит это напряженнейшее столкновение которое могло кончиться только одним тотальным истреблением чем все и закончилось собственно говоря и в 3-4 года вся Русь упала к ногам завоевателей и не только Русь потом были биты венгры король Белла писал панические письма папе римскому Иннокентию с воплями что делать не пора ли вообще уже готовиться к концу света потому что тут такое происходит были биты и чехи с поляками и немцами ну а после этого всерьез с Ордой сражаться никто не думал в здравом умеет твёрдой памяти да конечно возникали какие-то восстания возникали столкновения некоторые были успешны между прочим они как правило заканчивались пришествием карательного корпуса да конечно нам сейчас поправить что Русь играла на противоречиях между большой Ордой центральной ставкой великого хана и нарождающимся улусом Джучи который начал выделяться в самостоятельное государство да конечно Баскаков великого хана благо он был далеко бивали но мы видим что с теми самыми монголами которые поселились на Волге и в южно-русских степях никто не пытался сражаться с решительными по крайней мере целями точно совершенно да часть Руси легла под Литву во главе с великим воином Даниилом Галицким который тем не менее вынужден был признать право Орды взимать с него дань но повторюсь и это самое важное ханы улуса Джучи были признаны русским предописанием царями то есть императорами то есть законными властителями данных земель и Русь была включена в политическую систему улуса Джучи а значит противостоять степи в отличие от плавецкой степи противостоять великой степи на постоянной основе было не нужно а значит военное дело не могло эволюционировать под воздействием этой самой степной тактики и вооружения это было просто не нужно таким образом мы подведем некий промежуточный итог нашему второму ролику итак это важно основная агрокультура это двуполье с расселением тяглого населения вдоль речных террас а основной его масса конечно не всех второе надстройка обеспечивается землевладением безусловного аллодального типа родовая аристократия держит земли как водчину не обязанное нести службу за держание земли третье материальная база общая русская материальная база довольно скудная и позволяет содержать только немногочисленные княжеские дворы и городовые полки да снаряженные самым лучшим образом ну а четыре по поводу облика рядового воина дружинник это точный функциональный аналог западноевропейского рыцаря со всеми необходимыми для него атрибутами какие-то атрибуты мы поговорим в следующий раз нас впереди ожидает еще три ролика которые описывают трансформацию русского военного дела при монголах и после них на сегодня все всем пока пока